Здравствуйте! Как реализуется национальный проект безопасные и качественные автомобильные дороги в Самаре? Что сделано и что запланировано? Об этом говорим и в нашей студии директор МБУ Самары дорожное хозяйство Шамиль Халиулов. Шамиль Толгатович, здравствуйте! Итак, проект федеральный, на сколько лет он рассчитан и как продвигается в Самаре? Сколько ему еще осталось до конца реализации? В рамках поручения президента разработан проект национальный проект безопасные и качественные автомобильные дороги. Срок реализации проекта с 2019 по 2024 год. В текущем году в рамках мероприятий по этой программе запланированы были мероприятия по капитальному ремонту ряд объектов уличной дорожной сети. Да, мы все это наблюдаем, горожане. Вопрос по финансированию, из каких источников бюджетов он финансируется и какие суммы выделяются на год? Ну, чтобы мы представляли масштаб действий. Суммы достаточно большие направлены на благоустройство, на ремонт уличной дорожной сети. В текущем году заключено соглашение между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Самар о выделении субсидий на ремонт и капитальный ремонт объектов уличной дорожной сети. Общая сумма средств направлена из бюджетов как города, так и области более 1,1 миллиарда рублей. То есть федеральных денег нет в нем, получается, да? Получается, что нет в нем? Можно говорить, что финансирование именно из областного городского бюджета. Скажите, пожалуйста, как формируется перечень тех объектов, дорог, участков, которые нужно отремонтировать именно в этом году? И поддается ли он каким-то изменениям в течение какого-то времени? Или как он сформирован вначале, так по нему и идут? Надо отметить, что в рамках национального проекта предусмотрен ряд мероприятий, о которых мы говорим, наверное, позднее. Это и ремонт картами, и комплексный ремонт, и выделение средств на средства организации дорожного движения и так далее. Если говорить о составе работы именно по ремонту автомобильных дорог в части ремонта покрытия, он сформирован у нас в этом году из следующих мероприятий. Это ремонт картами свыше 100 метров погона. Когда выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия, то есть ремонт поддерживающий до последующего комплексного ремонта данных объектов. Изначально в текущем году был запланирован ремонт 39 участков автомобильных дорог в целях выполнения требований национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. По результатам выполнения в рамках сложившейся экономии был выполнен ремонт дополнительно 11 объектов, что позволило увеличить количество их до фактически 50. Следует отметить, что дополнительный перечень, равный как и основной, составлялся на основании карты убитых дорог, обращений граждан нашего города, органов ГИБДД и департамента транспорта. То есть при формировании плана мероприятий относились очень рачительно, внимательно и прислушивались к мнению жителей нашего города. То есть одна из задач – это безопасность, вы сказали ГИБДД и горожане. Безусловно. Если перейти к мероприятиям по комплексному так называемому ремонту, или в текущем году в Самаре впервые предусмотрен ремонт объектов так называемого комплексов жизненного цикла, КЖЦ. Это когда работы по ремонту дороги и последующему ее содержанию на протяжении трех следующих лет выполнят силами одной организации. При этом гарантийный срок составляет все так же 5 лет. Этим мы хотим добиться того, чтобы одна подрядная организация и ремонтировала дорогу, и несла гарантийные обязательства по ней, вместе с тем и содержание этого объекта. В зимний, в летний период осуществлялись теми же самыми руками, которые эту самую дорогу ремонтировали. Что, я думаю, позволит более внимательно отнестись к элементам благоустройства во время зимнего содержания, во время очистки, полива, уборки и так далее. Это такое новшество, да, компания дорожная? Безусловно, новшество. Я думаю, что оно принесет хорошие результаты. По мероприятиям данной программы предусмотрено увеличение количества объектов. В текущем году у нас запланированы работы на двух объектах. Это улица Старозагора и улица Победы. Объекты достаточно большие, протяженные. Поэтому в текущем году, если говорить о ремонте улиц Старозагора, запланирован участок от улицы Советской Армии до улицы Нововокзальной. Работы, в общем-то, сделаны более чем на 97%. Отремонтировано покрытие проезжей части, заменен бортовой камень, придорожная плита, устройство тротуаров. Ведется установка средств организации дорожного движения. Когда мы говорим об улице Победы, тоже достаточно важная дорога для нас, потому что она в каком-то моменте является въездными воротами в наш город, проходит через Кировский и другие районы. То там также работа находится в завершающей стадии уже. Она в этом году ремонтируется от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Там также выполнена замена проезжей части, ремонт тротуаров, перестановка бортового камня. И я думаю, что жители нашего города уже видят результат этой работы. Когда речь заходит о заводском шоссе, как о важном транспортном промышленном узле нашего города, то, наверное, можно говорить, что это тоже большое достижение. Капитальный ремонт данного объекта, когда выполнено от забора до забора, что называется, предприятие до забора предприятия. Ремонт, капитальный ремонт дороги с заменой оснований, с капитальным ремонтом ливневой канализации, с системой уличного освещения, с течничной заменой инженерных коммуникаций, которые присутствуют на данном объекте. В настоящее время также ведутся работы по ремонту подземного пешеходного перехода, который находится на заводском шоссе, что тоже на территории города достаточно редкое явление. И прислушиваясь к мнению заводчан, которые просили данный пешеходный переход для удобства, главное, безопасности жителей и рабочих завода. А чем различаются капитальные и комплексные виды ремонта? Ну, если говорить о разнице, то разница при комплексном ремонте выполняется просто обновление верхнего слоя покрытия с устройством, выравнивающего слоя, и при этом инженерные коммуникации затрагиваются в самом минимуме. То есть выполняется замена смотровых крышек, дождеприемных колодцев и так далее. При капитальном ремонте затрагиваются инженерные коммуникации, как выполняется сейчас работа на заводском шоссе. То есть переустраивались участки ливневой канализации, где были проблемы именно с участками, где уже передавил трубу, например, выполнилась ее замена. То есть это уже более внутренние, более глубокие работы, которые сопряжены с более длительным временем и более финансово емкие. Проект предусматривает только ремонт дорог и дорожных покрытий, но никак не строительство новых дорог, каких-то ответвлений, такого нет в проекте? В текущее время предусмотрен только капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и элементов хаб-устройства. Также в рамках мероприятий программы предусмотрены мероприятия по безопасности дорожного движения. Этому выделен отдельный сегмент, когда выполняются мероприятия по установке светофоров, дорожных знаков, ограждения, нанесению дорожной разметки. В текущем году у нас в рамках мероприятий, которые предусмотрены, есть 32 образовательных учреждения, 32 школы, которые, по мнению ГИБДД и Департамент транспорта, требовали установки либо светофоров, пешеходных ограждений, нанесения знаков, установки знаков, нанесения дорожной разметки. Если говорить в цифрах, то в текущем году выполнены 66 тысяч метров квадратных дорожной разметки, работы уже находятся в завершающей стадии, 730 дорожных знаков планируется установить, работы по ним сейчас тоже находятся, около 90% уже выполнены. Это порядка 2000 метров погонных дорожных ограждений, в том числе около тех образовательных учреждений, работ выполнены более чем на 80%. Считаем, что это важный момент. Если говорить обо всех требованиях, которые выставляются в рамках национального проекта, предусмотрено, опять же, ряд мероприятий. Это и повышение безопасности уровня дорожного движения, то есть, когда должно снизиться количество погибших в рамках мероприятий, уменьшится место концентрации дорожно-транспортных происшествий и так далее. Но этот анализ проведется уже на следующий год, наверное, да? Безусловно, по результатам каждого года формируется общее количество мероприятий, которые выполнены, и результат, к которому они привели. В 2018 году Самара пережила масштабный ремонт дорог. Вот если сравнить 2018 и 2019 масштабы, темп финансирования уменьшился или нет? В принципе, работа выполняется на том же уровне. Нужно отметить, что в прошлом году наш город принимал чемпионат мира, поэтому многие работы выполнялись либо до момента проведения чемпионата, либо после уже. Поэтому вот та часть времени, которая была отдана до и после проведения чемпионата, она фактически работа на ней не проводилась, потому что был прямой запрет на выполнение данных мероприятий, связанных с безопасностью как и жителей нашего города, так и гостей. Сейчас можно сказать, что основной сезон работ ремонтных уже закончен или нет? Или он продлится до какого-то еще момента? И если вот в процентном отношении подвести итог, на сколько процентов уже завершены работы по этому году, запланированные, которые были на этот год? Ну, давайте пройдемся по всем основным объектам, которые были запланированы. В этом году более 50 участков автомобильных дорог по ремонту карт, работы уже выполнены, то есть завершены. Также запланированы объекты по контрактам жизненного цикла, о котором говорили, это улица Победа, улица Тарзагора. Работы выполнены более чем на 95%, и сейчас они находятся в завершающей стадии. Более того, в рамках дополнительного финансирования, которое выделяется в этом году Министерством транспорта, запланировано продолжение работы участков ранее запланировано, то есть мы уже идем с опережением графиков. Всевозможных, и уходочно хорошие показатели оперативности, и при этом не нарушается качество выполнения работ. Также выполнение работ по капитальному ремонту заводского вышеса, они также ведут в соответствии с графиком, и мы ожидаем, что дополнительно даже пешеходный переход подземный, который, он также будет выполнен. В ближайшие сроки работы будут завершены. Если говорить о тех же работах, которые ведутся на восьми дорогах около Крымской площади, в рамках ремонта конституционного суда, там также работы выполнены практически до конца. Остались небольшие участки по ремонту тротуаров. В общем-то, я думаю, что тоже можно в этом, что работы уже в большей части выполнены. И у нас есть сюжет на эту тему, давайте его посмотрим. Местные жители рассказывают, улица Аксакова в последнее время превратилась для них в полосу препятствий. Асфальт был в трещинах, тротуары в выбоенных. В этом году улицу полностью обновили на участке от Урицкого до Чернореченской. Сначала восстановили дорожное покрытие, а затем привели в порядок тротуары. Уложили песчаное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 сантиметров. Поставили новые знаки, нанесли разметку на ближайшем перекрестке. Жители радуются переменам. Пока это еще процессено, думаю, будет очень хорошо. Давно уже здесь асфальт не менялся. Были кочки, ямки, выемки. Ну, здесь по-другому все сделали. Улица Аксакова – одна из дорог, которые приводят в порядок на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же реконструкция предстоит восьми улицам в районе Крымской площади. Ремонт комплексный, его ведут круглосуточно. На тех участках, где работы завершены, ставят дорожные знаки, пешеходные ограждения, наносят разметку. В порядок уже привели 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. А площадь обновленной пешеходной зоны составит 7 тысяч квадратных метров. Работы почти завершены. Выполнена замена бортового камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя. За качеством работ постоянно следят дорожные службы города и общественники. Завершить ремонт дорог около Крымской площади должны в начале октября. Подрядчик работает с опережением графика. Уже какой раз за программой мы констатируем, что опережение графика, и все, в общем-то, неплохо и хорошо, и даже темпы хорошие. А какие-то проблемы возникают с подрядчиками, допустим, еще с чем-то? Потому что не бывает так, что вот все идет точно по плану. Или нет? Ну, масштабный ремонт дорог сопряжен с некоторыми трудностями, сложностями, с нюансами, можно больше сказать, которые присутствуют. Вот в чем они такие? Вот что тормозить может тормозить? Ну, в первую очередь хочется отметить, наверное, наличие инженерных коммуникаций на объектах, на которых проводится ремонт. Если сейчас говорить о той самой Крымской площади, про которую мы смотрели сейчас сюжет, то там было достаточно большое количество инженерных коммуникаций. Переустраивались водоводы, были тепловые сети, ряд кабелей связи и так далее. То есть город у нас не новый, город у нас достойный. То есть инженерные коммуникации, которые есть, они тоже требовали где-то реновации, где-то переноса и так далее. То есть мероприятия, которые выполнялись, они сначала выполнялись с учетом именно выноса, либо замены инженерных коммуникаций, что немного оттягивало сроки выполнения работ. Но тем не менее сделали, в общем-то, достойный. Есть, безусловно, какие-то нюансы, шероховатости есть. Как говорится, никто от этого не застрахован. А новые технологии, они как-то помогают в совершенствовании хода работ, практики, методик? Безусловно, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобили дороги» предусмотрены, значит, есть даже такая позиция, называется «Доли контрактов на осуществление дорожной деятельности с применением новейших и наилучших технологий». В рамках данных мероприятий в текущем году выполняются мероприятия с применением, если говорить о проезжей части, например, это щебеночно-мастичный асфальт и бетон. Есть там добавки, которые адгезионные, например, это у нас битум хороший, например, поменяется. Хорошие адгезионные добавки используются. Амдор, адгезол, например, используется также. То есть мы также стараемся выполнять. То есть это новые материалы, которые... Это новые материалы, применяемые материалы уже, которые достойного качества и как бы позволяют выполнять работы с нормативными сроками службы асфальтно-бетонного покрытия. Вообще контролю качества уделяется достаточно большое внимание. Не только профильных организаций, которые занимаются этим. Активное внимание, в том числе из того, что проект федеральный, силовые структуры проявляют к этим мероприятиям. Вместе с тем это планово проводятся мероприятия по приемке с участием Общероссийского народного фронта, представителей администрации внутригородских районов, старших по микрорайонам и так далее. Когда происходит процесс приемки, привлекаются представители, то есть производится совместный осмотр объектов на предмет наличия каких-то замечаний. Потому что у специалистов могут быть какие-то свои вопросы, а у простых жителей, у обывателей, которые смотрят на мир простыми глазами, могут возникать какие-то даже, наверное, вопросы не качества работы, а каким-то вещам, которые кажутся удобнее им. Часто возникает вопрос, а вот хочу пешеходный переход вот именно здесь, вот мне здесь нравится ходить, и тогда приходится уже, встречаясь совместно, а востуждая в том числе и с привлечением департамента транспорта и органов ГИБДД, объяснять людям, что именно в этом месте нельзя, потому что сопряжено с опасностью для жизни людей, которые здесь вот могли бы переходить. То есть не всегда желание жителей может совпадать с безопасностью дорожного движения, с этим часто приходится сталкиваться, к сожалению. А ремонты дворовых территорий, они согласны какому проекту? Ну, работы, мероприятия по ремонту дворовых территорий также выполнительно. Здесь заказчики выполняют, выступают администрации внутригородских районов, когда также по желаниям жителей выполняются мероприятия по ремонту именно дворовых территорий. Там также выполняются. Ну и там уже можно пойти навстречу, наверное, жильцам, если они говорят, что дорожка нужна вот здесь именно. И здесь, потому что там проще намного. Когда там выполняются работы, схемы согласовываются с жителями, со старшими по домам для того, чтобы избежать неких ситуаций, когда какая-то часть жителей остается недовольным. Хотя ситуации, на самом деле, бывают разными и там, потому что кому-то нужен тротуар вот здесь, а кому-то парковка здесь совершенно не нужна, их здесь устроила бы зеленая зона. Жители разные, люди все разные, потребности разные. У молодой мамы одни потребности, у заядлого автомобилиста другие. Но все равно ищется консенсус, когда вот мероприятия, которые выполняются, устраивали всех. Как курируется, контролируется реализация проекта из федерального центра, если можно так сказать, или из министерства дорог федерального масштаба? Какие-то бывают представители, которые в целом смотрят, как проект реализуется? Безусловно, есть представители, посещают, но мы как бы хотим все-таки сказать о том, что и у нас здесь достаточный контроль существует, он есть. Когда происходит первичная приемка объекта выполненного ремонта, как в процессе производства работы, допустим, если асфальт и бетон, мы говорим о том, что укладывается преимущество в ночное время на проезжей части, чтобы не мешать движению общественного транспорта, автомобилистам, выполняется в ночное время укладка асфальта бетона. Также в ночное время вместе с подрядной организацией присутствует куратор МБУ дорожное хозяйство, который применяет те самые навыки, то самое оборудование, которое у него есть, в целях контроля и выполнения работ надлежащим качеством. Отбирается асфальт и бетон из укладчика для передачи в лаборатории и дальнейших испытаний. Отбираются керны в последующем, те самые отверстия, которые могут видеть жители нашего города. Это говорит не о том, что асфальт неким образом разрушен, а о том, что от него отобрали для соблюдения контроля качества. А потом он должен как-то закрыть его? Безусловно, а асфальт потом... Потому что часто бывает, что как взяли пробу, так она и остается открыта, это отверстие. Нет, бывает так, что происходит небольшая просадка на 2-3-4 миллиметра того самого асфальта, все-таки на таком маленьком пятачке. Существить его такое же уплотнение, как и у катан большими катками, достаточно сложно, поэтому может быть небольшая просадка его. Мы такие места все равно выявляем и заставляем подрядные организации их заделывать. Опять же, хочу отметить, что так как контроля осуществляется не только МБУ дорожное хозяйство, но еще и силовыми структурами керны могут отбираться сотрудниками правопорядка индивидуально, без приглашения представителей администрации. Вот в этой ситуации мы выявляем эти керны отдельно, потом и заделываем. Лично вы, когда едете по городу, смотрите на дорогу, и видите вот яму, допустим, какое-то вот в покрытии, которое ремонтировалось в том году. Вот ваше личное действие, что-то вы предпринимаете? Потому что есть такие случаи, как вот у нас говорят горожане, поедем весной на машине, вот ямы под водой, это все залито, просто их не видно. И они существуют. Ну, надо говорить о том, что город переходит сейчас именно все-таки на ремонт картами свыше 100 метров, то есть от борта до борта, либо на комплексный ремонт. Приоритет отдается именно полному ремонту покрытия проезжей части для того, чтобы... То есть от ямочного ремонта вы отходите? Мы не отходим от него, к сожалению, от него очень сложно отойти, так как есть накопленный, огромный, гигантский, накопленный недоремонт покрытия, когда десятилетиями город не ремонтировался, и направились совершенно мизерные денежные средства на ремонт, направились, от этого мы никуда уже не уйдем. Это уже сложившийся факт, когда были годы, когда не давали средства не только на ремонт, даже на заливку трещин не было. Я помню, какой-то год был. То есть есть накопленный недоремонт, сейчас он вот скачкообразно у нас уходит в соответствии с мероприятиями программы запланирован ремонт. Ямочный ремонт присутствует как бы в тех местах, где считают нужным его сделать представители ГИБДД в том числе, и сами жители обращаются с этими вопросами. Безусловно, по мере финансирования данные мероприятия выполняются. Как правило, все-таки у жителей возникает вопрос к разрушению не отремонтированного покрытия. Они видят, вот говорят, здесь в прошлом году делали. Мы выезжаем, естественно, с контролем, выезжаем, поднимаем фотографии, поднимаем схему, там, ремонта некого. Разрушение происходит на старом асфальте около отремонтированного куска. То есть вместе с сопряжением старого, уже разрушившегося асфальта, где уже вяжущего практически нет, старый асфальт, трещины и так далее. То есть разрушается около новой карты старый асфальтобетон. Вот в связи с чем и могут возникать такие жалобы у жителей. В случае разрушения нового асфальтобетона в такие кратчайшие сроки, ну это просто какой-то нонсенс. Я думаю, что такое практически не происходит. Основной износ, опять же, асфальтобетонного покрытия, вот в результате наблюдений наших, происходит от использования шипованной резины. Происходит износ асфальтобетонного покрытия, присутствует колея износа, на этом можно видеть на многих дорогах наших высоко нагруженных, где начинается, вот именно колея износа происходит. Насколько я знаю, вот в МАДИ, даже есть в Московском дорожном институте, есть полный вырез поперечника дороги, когда вот они вырезали полностью весь пласт, верхний слой, выравнивающий, нижний слой, вплоть до щебня. Вырезали, у них есть, и прямо видно, что вот верхний слой, именно износ, то есть нету там никакой просадки, нету в асфальте, именно это слой износа, то, что уходит с шипами. Поэтому говорить вот об этом еще можно. Сейчас для этого КАЦ применяют новые технологии, потому что гигантским образом растет количество транспорта в городе, тоже скачкообразно, можно об этом говорить достаточно много. Мы все с вами видим, как полны дворы, проезжие части, везде транспорт. Это достаточно большое количество, и мы это наблюдаем. Сейчас идет разрабатка асфалитно-бетонной идут, применяются новые технологии для того, чтобы минимизировать, увеличить прочность покрытия, и для того, чтобы минимизировать вот эту самую колею износа. И последний вопрос. До конца года что еще нужно успеть сделать? Какие планы? Ну, учитывая то, что это уже зимний период, в общем-то, в основном. Ну, сейчас акцент делается на продолжение работ по домовъектам КЖЦ, комплексу жизненного цикла, когда две дороги Старозагора и Победы будут продолжаться дальше, с опережением графика уже в рамках этих дополнительно выделенных средств. Основной упор будет сделан туда, там тоже планируется ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, ремонт карт, я говорил, уже завершен. Вот. По основным объектам у нас сейчас остается это окончание работ по средствам организации дорожного движения, это установка светофоров, знаков. И я думаю, что в этом году мы выполним все мероприятия в соответствии с графиками, и никаких неожиданностей не планируется. И обратная связь с горожанами у вас есть. Какими способами, методами с вами можно связаться? Ну, как вот она поддерживается, чтобы высказать, опять же, свои предложения? Ну, безусловно, открытый всегда для обращений граждан. Есть твиттер, который достаточно пулярен, где жители прикладывают фотографии, какие-то вопросы задают. То есть сейчас все в сети интернет, не обязательно, как раньше, брать листочек, ручку, писать, письмо, отправлять и так далее. Сейчас все это быстро, буквально двумя движениями пальцев. Молодое поколение активно этим пользуется. Там есть молодые люди, которые активны, которые неравнодушны к состоянию нашего города, которых интересует, чтобы все было хорошо. И там, где они живут, и там, где они передвигаются. Поэтому эта связь есть, она присутствует, люди активно пользуются. Департамент городского хозяйства, экология коммунистическая, 17-я, куда можно обратиться с вопросом. Если говорить о тех результатах, которые относительно программы безопасной и качественной автомобильной дороги, то есть специальный сайт, посвященный этой программе, БКДРФ, куда можно зайти, посмотреть и результаты выполненных мероприятий не только по Самарской области, по Самаре, но и по всей Российской Федерации, увидеть темпы работ, увидеть фотоматериалы, которые обязательно прилагаются к каждому отремонтированному объекту. Там можно увидеть фотографии до выполнения мероприятий, в каком состоянии была дорога до. Потом фотографии после, ну и в процессе тоже работ можно увидеть. И там как бы наглядно показывает состояние автомобильной дороги в момент, когда приступали к работе, как она выглядит сейчас. Опыт достаточно большой, положительный, когда вот не просто на словах, когда дорога требует активного к себе внимания. Вот в таком состоянии она была до того, как на нее зашел проект «Безопасные и качественные автомобили» на дороге, а теперь она является такой вот в этот момент времени. Это хорошая практика, это интересно, но это даже познавательно, я бы сказал. Да. Ну что ж, спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Попрощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин